На какую тему создать канал на YouTube, какую тему выбрать для своего канала на YouTube? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И сегодня мы с вами поговорим о том, на какую тему создать канал на YouTube, какую тему выбрать для своего канала, чтобы он был интересный для вас и перспективный на будущее. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписываемся на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о продвижении видео, о заработке на YouTube, о профессии YouTube-маркетолог. И обязательно читайте мой отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube, вы сейчас видите его в правом верхнем углу. Ну а мы идем дальше, да? На какую же тему стоит создать канал на YouTube? Вообще, какую-то тему выбрать и так далее. Ну, если бы я сейчас выбирала для себя тематику, на которую я хочу создать канал, то первое, на что я обращала бы внимание, это насколько мне самой нравится эта тема. Потому что, чтобы на YouTube быть популярным, быть успешным, да, и чтобы это было надолго, да, то есть с большой перспективой, то тема, которую вы выберете, она в первую очередь должна нравиться вам самим. Я бы даже сказала, вас должно вообще переть от этой темы. Тогда вы сможете достаточно долго записывать ролики, достаточно долго общаться с своей аудиторией, и сможете действительно стать успешными, и эта тема будет для вас перспективной. Второе, на что я обращала бы внимание, я бы посмотрела конкурентов, либо коллег, да, которые уже есть на YouTube в данной тематике, и посмотрела, какое количество просмотров набирают их ролики. Если просмотров много, то сразу можно судить о том, что тема популярная, интересная, и в ней стоит развиваться. Но и еще, кроме того, я сейчас не говорю про такие популярные, известные темы, там, как здоровье, путешествия, отношения, секс, там, что еще, автомобили, вот, красота, да, то есть об этом мы все знаем. Итак, обращайте внимание на тему, нишу, которая, вот, так скажем, недавно, то есть ей нет еще и года. При анализе, вот, своих коллег, конкурентов, если вы заметите такую перспективную тему, то обратите на нее внимание, и, значит, именно здесь вы можете, ну, быстрее раскрутиться, и она будет более перспективна, да. И третий критерий, на что я обращала бы внимание, это целевая аудитория. Кто целевая аудитория вашего канала, кто будет смотреть, насколько эта целевая аудитория, самое важное, платежеспособная, потому что вы можете создать канал, но смотреть его, например, будут подростки или дети, у которых нет денег, они не смогут покупать ваши товары или услуги. А если у вас взрослая платежеспособная аудитория, соответственно, монетизировать ваш канал вы сможете, ну, быстрее и проще, да, то есть, допустим, та же тематика недвижимость, какой-то спорт, ну, то есть, сами подумайте, да, кто ваша целевая аудитория. То есть, вот такие три важных критерия, по которым я бы оценивала и выбирала бы для себя перспективную тему. Это то, что нравится, да, то, к чему душа лежит, это число просмотров, и чтобы данная тематика была, ну, так скажем, не заезженная, да, то есть, до года желательно, и чтобы была в этой теме платежеспособная аудитория. Тогда, я уверена, вас ждет успех на YouTube. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, читайте мой отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube и смотрите другие полезные ролики на канале, сейчас вы увидите их на экране. С вами была Юлия Измайлова, пока! Субтитры сделал DimaTorzok